В Ямбурге завершились финальные соревнования, которые определили тройку лучших добровольных пожарных дружин общества. На тренировочном полигоне пожарной части номер один встретились шесть команд, победительниц отборочных туров Заполярного и Ямбургского месторождений. Вначале традиционно торжественное построение. Поздравляю вас с открытием 20-х соревнований по пожарно-прикладному спорту. Надеюсь, что сегодня вы покажете высокий уровень своего мастерства. Команда-победительница, команда филиала ВВП, прошу поднять плаги. Первый этап соревнований – проверка теоретических знаний, тест из 10 вопросов. Нужно выбрать правильные ответы. Минимальное количество ошибок и, как следствие, всего одна штрафная секунда у команды третьего промысла ГПУ. Эстафета 4 по 100 метров – второй этап соревнований. Самый зрелищный и непредсказуемый. Конечно, огромную роль играет то, насколько хорошо команда готовилась, как физически, так и технически. Насколько прилежно оттачивала нюансы прохождения элементов. Тушение бочки и противня, преодоление бума, барьера – вот комплекс непростых составляющих эстафеты. Малейшая ошибка и недели тренировок на смарку. Впереди оказывается более удачливый соперник. Лучшей в эстафете оказалась команда управления автоматизацией и метрологического обеспечения. На втором месте бойцы дружины управления по эксплуатации вахтовых поселков. На третьем – ГП-3 газопромыслового управления. Эстафета сложная была, чем развертывание. То, что надо будет пробегать на высокой скорости. Каждый этап должен фокусироваться на своем задании тушения огня, пробег через бум, прыжок через барьер – это сложно. Внимание, марш! Боевое развертывание – третий и завершающий этап соревнований. Главный фактор успешности – командное взаимодействие, когда результат зависит от четкой и одновременной работы всех бойцов дружины. На дистанции в 100 метров необходимо максимально быстро развернуть пожарно-техническое оборудование, подать давление в рукава и наполнить специальные баки-мишени. Быстрее всех заданием справилась команда управления по эксплуатации вахтовых поселков. Второй результат – у дружинников управления автоматизацией и метрологического обеспечения. Третье место досталось команде ГП-1С нефтегазодобывающего управления. Команда как единое целое должно быть. Если один будет слабое звено, то проиграет вся команда. Это по жизни уже ответственность. Сегодня в поселке Ямбург проведены соревнования по пожарно-прикладному спорту. Это 20-е по счету соревнования. Несмотря на то, что в прошлом году из-за вспышки коронавирусной инфекции соревнования не проводились, команды показали неплохие результаты. Команды приехали подготовленные на итоговые соревнования. Все команды показали достаточно высокий уровень. Конечный итог подвел беспристрастный секундомер. По сумме всех этапов соревнований третье место досталось команде ГП-3 газопромыслового управления. Суммарное время 136 секунд и 93 сотых. Серебряная ступенька пьедестала у команды управления автоматизацией и метрологического обеспечения. Ее время 124 секунды и 52 сотых. Небольшой, чуть более двух секунд разрыв определил победителя. Команда управления по эксплуатации вахтовых поселков показала время 122 секунды и 15 сотых. Ей досталось первое место и звание лучшей добровольной пожарной дружины общества «Газпромдобыча Ямбург». Очень тяжело было. Мы шли к успеху. Мы молодцы. Мы победили. Да, были все этапы сложные. У каждой команды были и ошибки, и падения. Кто больше отдавал времени на тренировках, тот и победил. Мешал маленько дождь, погода маленько мешала. Ну, мы смогли. Мы отработали свою тактику, свое ведение, как говорится, боя на поле. И с помощью этого победили. О том, как прошли финальные соревнования добровольных пожарных дружин общества, вам рассказал корреспондент Ямбург-ТВ Юрий Григо.